Привет, друзья! В этом выпуске мы расскажем вам о самых эффективных способах избавления от гайморита. Гайморит – это заболевание, которое доставляет массу неудобств. И очень часто гайморит возвращается вновь и вновь, переходя в хроническую форму. Человек не может нормально дышать носом, не может ощущать запахи и вкусы в полной мере, а иногда совсем теряет обоняние. В состоянии постоянной усталости головные боли не дают нормально ни работать, ни отдыхать. Поэтому проблему надо решать срочно и вовремя, не допуская дальнейшего развития болезни. Основными симптомами гайморита считают постоянную заложенность носа, гной и слизь, возможно, температура. Причем температура обычно возникает в самом начале заболевания, когда организм пытается бороться с воспалительным процессом. При хроническом гайморите температура может и вовсе не быть. Также человек ощущает сильную боль в области носа и около него. Эта боль нарастает все больше и больше, приводя к сильной головной боли особенно вечером. Часто гайморит развивается после затяжного насморка или недолеченной простуды, а еще может возникнуть даже по причине заболевания зубов, в особенности верхних. Если не обращать внимание на симптомы гайморита, то воспаление может перейти в гнойную стадию. Тогда начинают страдать кровеносные сосуды, располагающиеся рядом. Так можно получить серьезные осложнения. Вот почему так важно вовремя начать лечение и обратиться к врачу. Применение народных средств в лечении гайморита помогает быстро и эффективно решить проблему. В комплексе с медикаментозным лечением помогают добиться лучшего результата. Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Теперь вы не пропустите ни одно из наших новых видео, чтобы оставаться здоровым. Гайморит может образоваться как у взрослых, так и у детей. Поэтому будьте внимательны, для детей применяются более щадящие методы, о которых мы также расскажем далее. Для лечения заболеваний у взрослых эффективно себя показали мед с прополисом. Для лечения понадобится спиртовая настойка прополиса, которую нужно смешать с персиковым маслом в равных пропорциях. Такое средство необходимо закапывать по 2-3 капли в каждую пазуху. Не стоит забывать и о таком методе, как промывание носа. Эта процедура помогает быстро и эффективно избавиться от гноя, который скопился в гайморовых пазухах. В качестве раствора для промывания можно использовать как настой трав, так и раствор морской соли или прополиса. Можно приготовить капли, которые способствуют размягчению и быстрому выведению гноя. При этом капли снимают воспаление слизистой носа и уничтожают болезнетворные бактерии. Капли могут быть водными или на масляной основе. Преимущество масляных в том, что они мягко действуют и не сушат слизистую. Закапывайте ментоловое масло в каждый носовой проход по 3 капли. Это поможет снять отек и избавиться от слизи. Довольно часто в домах встречается такое растение, как цикламен. Мало кто знает, что сок этого цветущего растения помогает удалить гнойные выделения при гайморите и снять головную боль, которая возникает из-за повышенного давления на пазухи. Для приготовления средства возьмите свежий корень цикламена и натрите его на мелкой терке. Отожмите сок и перемешайте его с раствором фуруцелина в соотношении 1 к 4. Закапывайте по 2 капли в каждый носовой проход в течение 7 дней. Подышать над паром тоже отличное средство. Картофельные ингаляции проводятся над размятым картофелем, сваренным в мундире. Накройте голову полотенцем и в течение 10 минут подышите над картофелем. Паровые ингаляции можно проводить и над отваром лекарственных трав. Хорошо помогает при гайморите ингаляции с отваром зверобоя. Заварите траву и подышите над паром в течение 15 минут. Прежде чем приступать к ингаляциям, рекомендуется прочистить носовые проходы. Ингаляции следует выполнять правильно. Медленно вдыхать пар носом, так чтобы не допустить ожога. Вдыхать следует максимально глубоко. Если производить массажные движения в области гайморовых пазух, это поможет усилить приток крови и укрепить мышцы, а значит, заложенность носа и гной будут устраняться быстрее. Продолжительность массажа составляет 10 минут, но лучше всего делать это несколько раз в день. Отличное средство при гайморите – компрессы из пчелиного воска. Для этого воск необходимо растопить на паровой бане и дать ему немного остыть и сформировать из пластичной массы лепешки. Прикладывайте с обеих сторон гайморовых пазух, утеплите шарфом, держите компресс в течение 20 минут. Курс лечения включает 15 процедур, которые необходимо делать не реже, чем раз в два дня. Одним из самых эффективных народных рецептов при гайморите является медовая мазь, которая вводится в носовые проходы при помощи турунд. Для приготовления такой мази возьмите тертое детское или хозяйственное мыло, растительное масло, мед и молоко. Все ингредиенты берутся в равных пропорциях. Поместите все составляющие в небольшую кастрюлю и на водяной бане перемешайте их до однородного состояния. Не доводите смесь до кипения. В самом конце необходимо добавить немного спирта. Охладите мазь до комфортной температуры и введите ее в носовые проходы при помощи турунд. Оставьте на 20 минут. Готовую мазь можно хранить в холодильнике. Если дополнить состав добавлением лукового сока, то можно усилить лечебный эффект. Для лечения гайморита у детей применяют промывание носа теплой водой, в которую добавляют йод или марганец. Вода должна быть чуть окрашена. Для достижения лечебного эффекта промывание следует проводить несколько раз в день. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом лечения. Если заболевание возникло у ребенка в возрасте до года, то лечение осложняется тем, что маленькие дети, как правило, еще не умеют сморкаться. Поэтому процесс удаления слизи должен контролироваться взрослыми и производиться при помощи аспиратора. Также детям при отсутствии противопоказаний можно давать состав на основе хрена. Хрен промывают, очищают, трут на терке и смешивают с соком лимона. Должна получиться сметанообразная по консистенции смесь. Принимают ее каждый день утром после приема пищи. Сочетание промываний и приема состава внутрь окажет более быстрый эффект. Важно обратиться к врачу, чтобы определить тип гайморита и его будителя, будь то вирусная, грибковая или бактериальная инфекция. Пока не будет устранен очаг инфекции, гайморит будет возвращаться. Например, если гайморит возник из-за больных зубов, то удаление слизи и снятие отека слизистой не спасут от повторного заболевания. А ведь, кроме того, гайморит бывает аллергический и травматический. Беременным женщинам, которым противопоказан прием большинства лекарственных препаратов, следует избегать методов лечения гайморита при помощи эфирных масел, так как это повышает риск возникновения аллергии. Лечение беременных от гайморита осложняется тем, что им запрещается принимать антибиотики и делать рентгенографию. Осложнения гайморита, которые не лечили, могут быть разными и очень тяжелыми, от менингита и энцефалита до абсцессов. Поэтому, обнаружив у себя первые симптомы гайморита, обратитесь к врачу и незамедлительно приступайте к лечению. Если вам было интересно и в этом видео вы открыли что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Редактор субтитров А.Семкин